А теперь нужно забраться с тем, почему метаконтре устроено именно так, и о чем, собственно, говорит гипотеза эндосимбиоза, о которой мы уже говорили. Изобретатель вот этого хозяйства, изобретателя кислородного дыхания, как и всегда в нашем мире, это бактерия. Произошло это давным-давно, миллиарды лет назад, возникли мутантные ребята, которые научились не просто выдерживать присутствие яда, но еще использовать этот яд в мирных целях. А как называется у бактерий тот участок, который связан с процессом получения энергии. Бактерия очень просто устроена. Вот эта бактерия, вот эта стенка бактериальная. Мезосома. Мезосома, совершенно верно. Здесь вот такая сплатика, что входит мезосома. Ясно, что у кислородующих бактерий как раз здесь и сидят участники электронного каскада. Именно здесь у нас идет синтез, это это, в таком эфире. А теперь смотрим. А здесь появилась настоящая ядерная предка, это элго-реатичная. Во-первых, у нее возник синтез скелет, а во-вторых, у нее возникли участки, отгороженные мембраны друг от друга. Основные признаки элго-реатичной. Если у нее есть эндоскелет, она может образовывать псевдоподию? Псевдоподия должна быть. Можем. И может ввести фагоцитоз. То есть захватывать кусок пищи и затем его переваривать. Отлично. Эта клетка охотник за бактериями. Вот, допустим, очередная бактерия. И она будет образовывать вот так, месертоподия, которые смыкаются вокруг бактерия. Как будет вот такой пузырь? Пищеварительная бухоль. Вот у нас несколько пищеварительных бухолей. Результат ее предыдущий попробуй. Допустим, этой клетке повезло. Она попала в ту месу, где у нас бактерии. Удачно уделась. И вот у меня висят в теле много пищеварительных бухолей. Скажите, пищеварительных ферментов хватит, чтобы переварить всех одновременно? Нет, конечно. Преопытайте. Какие-то пищеварительные бухоли активированы. Лизосоны к ним подошли. И здесь идет процесс переваривания бактерий. И, соответственно, откачка питательных веществ спасает. А вот этим боли. А вот этим боли, вот просто лизосон не хватило. Лизосон не привезли. А с чего будем умереть? Просто объясните, с чего будем умереть. Ну, хорошо, бактерию посадили в аквариум. В аквариуме из мембраны клетки, да? Но у меня это из чего. Бактерия вполне жива. При этом, если бактерия жива, у нее все процессы идут в норме. В частности, синтеза Д в этом месте у нее идет. Допустим, это элкалиота, слога, тислород, дырящая бактерия. Могут ли прокариоты удержать у себя внутри цитоплазмы все синтезированные, не крупные малюты? Нет. Нет, не выгодные, точнее. Таковы соотношения объема клетки и гости поверхности мембраны. То есть, часть синтезированного АТФа куда девается? На руку. Вот так. А перескажите, пожалуйста, имеет ли смысл этой клетки переваривать элкопахтуру? Ни в коем случае. Она ведь одна, создает большее количество АТФа, чем обмен веществ всей этой клетки. В результате, можно ли организовать более активное движение? Да. Вот уже такая, можно. Более активный биосинтез? Можно. Брати бога, активность всех жизненных процессов можно поднимать. Вы получили источник энергии. Когда именно она, если живая, то ее же пилицию никто не запрещает. Сдолб. И вот теперь, сначала рассмотрим немножечко дальнейшие полцетки, как его сейчас можно конструкцию. В результате, те аукариоты, которые не переваривали пойманных кислородопричевых бактерий, будут выигрывать перед теми, кто переваривал кого-нибудь опыта или проигрывать. Он выигрывает. Он выигрывает. А значит, размножаться быстрее? Да. Быстрее. Со временем численность такой группы на земном шаре будет расти все больше и больше, и она постепенно будет вытеснять страниц. Те, у которых есть союзники. Но за это время, ведь для того, чтобы союз стал действительно полноценным, надо полностью подогнать особенности жизни и гостя, и хозяина друг к другу. В частности, имеет ли право эта бактерия делиться, когда не закончится? Нет. Нет, не имеет. Какая-то большая предпринимательница. Нет, а теперь. Если бактерия живет внутри клетки хозяина, нужна ли ей теперь клеточная стенка? Нет. Нет. В результате клеточная стенка исчезла. Теперь. Можно ли этой бактерии заботиться о получении пищевых веществ? Нет. Нет. Ее кормят клетки хозяина. А это значит, что часть процессов здесь можно отключить. Они не настолько и важны. Мутанта у свободно живущих бактерий, у которых эти процессы идут, не активна. Они просто погибли. А вот у таких союзников, если эти процессы будут не активны, ничего. А вот мизосон надо увеличивать. И смотрите, что мы получаем в результате. Мы получаем пищеварительный уголь, в которой висит потомок бактерии без клеточной стенки. Но мизосон у него стал огромный. Мизосон и теперь занимают поверхность всей клеточной мембраны. Кого мы получили? Медоконные. Конечно. У любой плетки, у любой бактериальной плетки есть своя пульсовая ДНК? Да. Есть. Вот она висит. Рибосомы бактерия такие же, как рибосомы хозяина. Нет, нет. Вот. Вот мы и получили все особенности метоконные. Внешняя мембрана. Это на самом деле мембрана плетки хозяина. Внутренняя мембрана. Это мембрана бактерии. Внутренний объем, вот это вот на самом деле, вот это древняя бактерия, которая собственно и ведет кислородное дыхание. Надо шесть кислорода. Нет, конечно. Ровно так, как растения не умеют завести фотосинтез. Там ровно такая же игра произошла. Фотосинтез изобрели одноклеточное, даже не одноклеточное возрасте, а бактерии, цианобактерии. И они вступили в симбиоз с элкариотическими клетками, поселившись внутри элкариотической клетки. И мы теперь их как называем? Результат этого симбиоза. Вот такой же пузырь, внутри которого сидит не кислорододышащая бактерия, а фотосинтезирующая бактерия. Как назвать? Беру микроскопу, смотрю, вижу, вот мембранный пузырь, а внутри сидит какой-то зверь, который ведет к статинице. Как это дело будет называться? Энтосимбиоз. Процесс, в результате которого это образовывалось, да, это энтосимбиоз. А как мы само это образование, которое я вижу под микроскопом, будем называть? А, это вот это хворопласта? Хворопласта. Это вот хворопласта, в котором у растений происходит фотосинтез. Так что те хворопласта, благодаря которым листья у растений зеленые. На самом деле, это вот такие результаты энтосимбиоза. То есть на самом деле цианобактерии, живущие внутри вот такой мембраны. Другое дело, что за миллиарды лет совместного проживания, они, конечно, слегка это изменились, но не очень сильно. Не очень сильно, да. А сколько в доконтрисе содержится эмоэридическое пресс? В разных, очень по-разному. От чего будет зависеть, догадайтесь. С числом метокондрию данной прессы. Сколько энергии? Да, от энергозатрат данной прессы. От ее обозрения. Ну, это можно назвать, допустим, в мышечной клетке любой, сколько будет метокондрии? Много. Много. Очень много. Не просто много, а очень много. И в этом случае метокондрии часто объединяются друг с другом. Ну, склеиваются, грубо говоря, образуется такой супер-роганоид, который будет называться хондриоба. Который и будет обеспечивать мышечную клетку энергией. Ну, а клетки, в которых не очень активный обмен, нужно ли им много метокондрии? Нет. Нет. Не нужно. А вот теперь давайте подумаем о последней детали, связанной с метокондриями. При необходимости клетка может построить новый кусок эндокузматической системы. У вас есть элкариотическая клетка, вопрос при необходимости. Она может для себя построить новый кусок эндокузматической системы, вырастить новые жгутики, вырастить новый кусок эндоскелета, своего скелета. Как может и не нужно. Конечно, можно. Кто их создаст? Их создаст ферменты. Программа синтеза этих ферментов в ядре клетки записана? Да. Записана. Ну и какие проблемы? Кто настроил необходимых ферментов, активирует в нужном порядке, не построил все же. Вопрос. Может ли клетка создать новую метокондрию? Клетка хозяина. Вы стареет предыдущие лица. Хорошо. А сама создать? Может ли? Наверное, нет. А почему нет? Почему новая дектиосома клетка может построить, а новая метокондрия не может? А из чего? Новую коказку? У меня нету в ДНК. Ну, новая специально грамотная. У меня нету в ДНК, кого вы захочете дать не покойник. Конечно. Ребята, а где записана конструкция электронного коказа? Где у нас клетки хозяина? Нет. Нет. А каких где у нас? В ДНК. В ДНК бактерии. То есть, на самом деле, вся эта информация вот здесь. Может ли клетка хозяин по своему усмотрению построит новую метокондрию? Нет. Нет, конечно. Теперь вопрос. А может ли, если эта бактерия приобретет армогию величия, наплевать на хозяина и сама поделиться? Нет. Создать новую гену, конечно. Каких генов у нее нет? У нее есть гены, которые описывают по стране вот эту мембрану? Нет. Эта мембрана кем описывается? Кази. Если мы вот так одновременно. Именно так. В результате. Метокондрия, в отличие от всех остальных ортоноидов эукариотической клетки, почкуется. То есть, ведут себя совершенно так же, как и на клетчатый организм. Как мы положим. Перезумножение. Одна метокондрия отпочкуется от другой. Но санкцию на этот процесс должны подписать обе стороны. И ДНК бактериального типа, и ДНК эукариотического хозяина. Вот только если эта санкция подписана с двух сторон, вот так далее, как он требует денег. А как это происходит? Ганцы что-либо? А что является ганцами, то есть мессенджеры? Вообще, он требует... Ганцентрация. Понятно? Конечно, приходят ганцы. Обмен посуды. Обмен информацией. Хорошо. Зачем? На этом уровне наши игры с процессами дыхания заканчиваются. И начинаем группу прямо противоположных процессов. Котосинкоз. При дыхании органика окисляется. А при котосинтезе, наоборот, из неорганики строится новая группа органики. Отлично. Первый котосинтез освоили бактерии. И было это на самой заре возникновения жизни на нашей планете. Организм, который способен сами синтезировать органику из неорганики. Как называется? Называние у нас было. Гетеротропы должны получать смесь уже готовой органики из внешней среды, потому что сами создавать органику из неорганики они не могут. А что это делал? Еще раз. Что это делал гетеротропы? Гетеротропы – это организа, не способная синтезировать органику из неорганики, а значит нуждающаяся в получение уже готовой органики из внешней среды. Опять подумаем, у всех ли живых организмов, которые обитают на нашей планете, есть процесс питания? У кого нет, назовите? У всех, я думаю, что у кого-то нет. Определение питания. Питание – это получение. Питание – это система процессов, обеспечивающая данный организм, в системе необходимые вещи. Ну, в скобочках можете указать, кроме кислорода. За счет питания кислорода из внешней среды получить нельзя. По одной простой причине – он слишком активен, и поэтому он наверняка пойдет уже в соединение с какими-то другими веществами. То есть питание есть у всех. Какой процесс называется? Пищеварение. Это же деление из пищи и лук, 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 лук. Вот это расщепление пищи на энергию и, то есть, нужно, чтобы вычислить пищи на… Это же очередной ядерной вирус. Это же, кстати, вирус на энергию выделяется, не много, небольшой количеств. Да не выделяется энергия, а потребляется энергия. Идея, что желудок дает вам энергию, абсолютно бредовая. Это же, вирус на вирусах, 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 вирусах. Какие вещества на что? Крахмалы расщепляются на аминокислоты. Крахмалы расщепляются на глюкозу. Общее определение. На мономеры они расщепляются. На щеные. Многомер на мономеры. Теперь нормальные слова. Нету в химии термина «многомера». Полимеры. Полимеры на что же происходит? На мономеры. На мономеры. Процесс это происходит самопроизвольно или обязательно контролируется экспериментами. Не контролируется экспериментами. Пищеварение. Экспериментативное расщепление полимерной органики на мономерном точке. А вот теперь вопрос. Пищеварение есть у всех абсолютно организмов. У всех ли организмов есть пищеварение? Нет. У кого нет? У артатроп. Ничего переварить не надо. И дело в том, что в процессе своих производств органики они получают какого-то полимера или мономера? Монолизм. Мономер. Так что питание есть у всех, а вот пищеварение только у гетокров. Хорошо. Забрали. Известно два разных пути автатропного питания. Это фотосинтез и хемосинтез. Грубо говоря, отличаются они друг от друга источником энергии. При фотосинтезе какой источник энергии использует клетка? Солнцов. Свет. Да, энергия света. То есть энергия электромагнитного колебания. Электромагнитного поля. При хемосинтезе энергии химических сферий. Но используется энергия химических сферий не сложно, от органических молекул, а в очень простых соединениях или даже отдельных элементах неорганических веществ. Есть бактерии, которые получают энергию, работая, допустим, с йонами железа. Что они делают? Они будут переводить железо в ферму 2+. Я написал йон железа в ферму 2+. Что с этим бывшим атомом произошло? Он потерял 2 электрона. А в нем можно найти еще один электрон. И он превратится в йон ферму 3+. Так вот, этот процесс идет с выделением энергии. Если удается электрон убрать, то уже без порции энергии. А у сферму 2+, она уже йонка? Йонка. То есть он из йонок получает уже более. Да, другой йон. Один йон переходит в другой. Вот при процессах отмены электронными, изменения электронной конфигурации, как раз при этих процессах происходит выделение энергии или поплачение. Химическая энергия не имеет никакого отношения к ядерам. При химических реакциях вещество не превращается в энергии. Это энергия перестройки электронных орбиталей. Теперь в процессе бактерии, у которой есть фермент, способный вот так перетаскивать электроны. Сидит такая бактерия, перетаскивает электроны. Соответственно, энергия при этом получает. А догадайтесь, двух раз. Включая, используя выделяющуюся энергию от бактерий для синтеза АТЭПа, перевели выделяющуюся энергию в духовную, которую пользуется клетка. Можно ли, если вы уже насинтезировали АТЭП, использовать его для клеточных мозгов? Конечно. Можно. В частности, для создания органики или неорганики. Вот так живут схемы бактерий. А вот теперь разбираем процесс фотосинтенса. Санат процесс возникли несколько миллиардов лет назад у древнейших жителей нашей планеты санат-бактерии. Санат-бактерии очень удивительные существа. Они действительно относятся к группе пионеров. Не просто к древней, а они входили в состав как раз древнейших, первых, которые здесь возникли. И с тех пор изменились, ну, просто исключительно мало. Конструкция оказалась настолько выгодна, настолько необходима для существования феномена жизни, что дальше она почти не трансформировалась. Изменения, конечно, происходили. Очень большое количество разных форм возникло из видоизмененных. Санат-бактерии это радио. Но вот основной корпус, он как групп, так и остался. В настоящее время, ну, во всяком случае, для широкого народного субъекта, самые известные фотосинтетики – это организмы, относящиеся к царству, растениям. Итак, разбор наш будет первоначально на примере более знакомых вам игрушек. Итак, фотосинтез характерен для растений. Растения – целое царство эвакуировки. И от животных клеток, от клеток клеток, будет отличаться наличием совершенно определенной группы двух мембранных органом. Эта группа, которая не бывает у остальных, называется пластиды. И так для растений характерны двумембранные органойды из группы пластид. Пластиды переделятся на три разные варианта. Самый главный из них, с которыми мы сегодня будем вводить, называется хворобаста. Хворобаста – пластиды ярко-зеленого цвета, как раз благодаря хлоропластам растение зеленое. У них две главные задачи – фотосинтон и хранение. Кроме того, что каждый хлоропласт – это залог по производству органика. Это еще и склад. Синтезированная органика там хранится. Вторая группа пластид – лейбопласт. Лейбопласт – прозрачная, бесцветная пластидная. И это чистой воды склада. Склад 10-го дни. Производство огромное хранилище, которое можно забить органикой просто под завязку. Именно поэтому растения так хорошо могут быть рафрикой, запасающей тканью, которую мы с вами с удовольствием и сходим. Да-да-да-да-да. Самое вкусненькое, самое полезное, самое намное. Итак, лейбопласт хранилище. Ну и, наконец, третья небольшая компания – хромопласты. Хромопласты. А теперь открою мантазию. Хромопласты – это устаревшие хлоропласты. Когда хлоропласт стареет, он превращается в хромопласт. Третье – разрушается часть краящих веществ хлоропласта, зеленый краситель, зато синтезируется с другими красителями. Красный, оранжевый, желтый. Теоретовый цвет по-другому образуется. Красный, оранжевый, желтый. Это просто другие фигменты. Картиноиды, синтрофилы и так далее. О них речь не пойдет. Этот процесс у каждого года наблюдается. Когда осенью берегу с лопаном, свет листьев меняются. Листья желтые. В некоторых случаях, правда, хромопласты используются растениям по делу. Это не просто там постаревшие участки клеток. В каком случае? Ну, для создания каких-нибудь окрашенных органов. Был это какие-то ярко окрашенные части в теле растений. Да. Вот у растений два способа получить яркую окраску клетки. Первый способ. Набросать побольше каких-нибудь красителей в центральную руководку. Вот фиолетовый цвет, о котором вы говорили, получается как раз за счет растворения красителей в центральную руководку. А красный, желтый, оранжевый, это она очень часто за счет развития хромопласты.